Сообщество Силы Людей, проект Силы Людей, Калининград. Здравствуйте, очень приятно видеть многих мертвых, соратников, единомышленников. Я постараюсь очень быстро убрать все то, что может быть не относится к теме сегодняшней конференции. Уже 10 лет у нас в Калининграде работает программа Силы Людей, где в течение часа в центре города кормим бездонных граждан. Помимо этого оказываем помощь в восстановлении документов, направляем в реабилитационные центры государственные и негосударственные. Но сама общественная организация имеет вот такие цели. Главное из которых оказание поддержки людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Целевые группы, в том числе и люди, находящиеся в местах лишения свободы, потому что мы являемся членами общественной наблюдательной комиссии о соблюдении прав человека. В рамках деятельности как члены ВНК мы также участвуем активно в школах освобождения, где как раз нам собирают тех, кого некуда выйти, но это все дальше. Вот виды деятельности. В первую очередь это раздача СУПа, но помимо этого это площадка обо всем. Это точка входа людей в социальное общество, ну в смысле в общество. Соцработник ежедневно, причем соцработник из государственного учреждения, Центра социальной адаптации бездонных, оказывает, выходит к ним сама и практически каждый вечер с ними взаимодействует, рассказывая о Центре, развеивая мифы о том, чего они существуют, какие-то у них бывают иногда еще в местах лишения свободы, какие-то мифологические картины, связанные с государственным учреждением. Это все развеивает соцработник, который с ними каждый вечер. Выходит юрист два-три раза в неделю, пишет заявление, часто случаи связанные не только с утратой жилья, помогаем представительству в судах, не только с утратой жилья, но и с какими-то семейными проблемами. Участвуем в деятельности УСИН, человек, который на нижней картинке, беседуем отдельно. Сейчас кричал, что в доме ночного пребывания бьют, что-то там деньги просят, крысы там ползают. Сейчас работает вот уже четвертый год слесарем в доме ночного пребывания и проживает там успешно. Юрист у нас в большей степени правозащитный и ездим по реабилитационным центрам, включая православные. Очень интересно их отношение к правам человека, вообще к этой концепции, прав человека. Я ее с удовольствием слушаю и зовут неоднократно у нас выступать. Мы рассказываем, она рассказывает им саму теорию прав человека и затем информирует о том, куда можно обратиться. Это известный Калининградский православный реабилитационный центр «Жемчужина». Вот у нас цикл занятий. Я туда привлекала еще и специалистов по финансовой грамотности от Министерства финансов. Она приезжала и в дом ночного пребывания. Я все не могла охватить, чем мы занимаемся. Очень тесное взаимодействие с уполномоченным. Решали вопрос, как с цыганами. Они там утрачивают тоже жилье. Бывали вопросы, после тюрьмы освобождаются, никуда идти. Очень тесное взаимодействие. В местах лишения свободы беседуем с сужденными, которым предстоит освобождаться. На СУПе, помимо интересного момента, у нас люди, находящиеся под следствием в статье 228, мы так придумали, и вот уже в течение двух лет этим занимаемся. Проходят практику. То есть они учатся помогать тем, кому еще труднее, чем им. И вот следствием они на свободе, потом пишут характеристики в суд. И зачастую судья, ну часто судья обращает на это внимание, что полгода или пока шло следствие, они работали с теми, кому трудно, и с которыми работает не каждый. Ну, стоит отметить, что скорая всегда приезжает, если это нужно. У нас нет медицинских работников. Я по результатам вот этих вот моих дней, связанных с конференциями, тоже буду ставить вопрос о том, чтобы к нам присоединялись волонтеры-медики, благодаря Евгению Казахских. Ну, ходим по свалкам, мусоркам, помойкам, это обязательно. Причем социальный работник, опять-таки, Центр социальной адаптации также ходит вместе. Ну, общественная организация и Центр, мы взаимодействуем. Горожане любят справлять дни рождения, любят носить туда еду. Еще раз повторю, город демократичный, нас из центра города, из сквера не выгоняют все эти годы. И просто граждане вот придумывают себе такой вид деятельности. Изучаем, пишем диссертации, пишем работы дипломные, студенты магистратуры приходят к нам. Это как отрабатывать практику, так и написана очень мощная работа дипломная, я считаю. Ну, это мы все выдаем. То, для чего не требуются рецепты, лекарства, нательное белье, я выдаю с 15-го года. Я считаю, это никто не... Горожане не отдают, потому что это как-то не принято. И вот всегда я считаю необходимым выдавать нижнее белье, нах. Это мы делаем всегда. Ну, и вот, моя любимая. Люди все с большим стажем рецидивным. Это в доме ночного пребывания проводим занятия, вдохновленная Надеждой Клюевой. Я смотрела, как она этим занимается уже несколько лет. Спасибо и за это. Ну, это чудесное просто мероприятие. Проводит уже мастер у нас специальный, мастер по этим техникам. Нам очень нравится, уже цикл прошло 12 занятий таких. Ну, и экскурсии вводим. Да, это тоже наше ноу-хау Калининграда. Уже тоже 12 экскурсий состоялось. Интерес журналистов был самый любопытный. Мы их берем, половина ребят приходит в центр города на автобус с супа. То есть супчане, люди живущие на улице, мы их называем супчане. А половину мы забираем в доме ночного пребывания. Все вместе они следуют в автобусе. 20 человек обычно едут по всем местам Калининграда. Вот хороший момент. Возили их на субботник. А, да, назад. Возили их на субботник в приют для бездомных животных. Видите, это потрясающе. Просто было, как они работали, как они с собаками занимались. Как они выгуливали их, как они убирали. Ну, это чудо просто. Вот. Ну, как везде, наверное, у многих преображения. И подстригали, и «Комсомольская правда» снимала сюжет. И вот рассказывали о своих жизненных историях. И к одному даже вот Костя Юрист сам подошел на волонтерских началах. Помогает решать вопрос жилья. Он был решен в свое время жилья. Очень несправедливо. Приводим в дом ночного пребывания концерты. Стараемся устраивать. Нас подкопускают. Собираем книги. Потому что тем, кому... Те, кто сидят в изоляторе, наши же главы, братьки, не случайно. Вот. Собираем книги. Возим всегда. Ну, это за... Вот. Вот статистика небольшая. Спасибо большое за внимание. В этом все, у Слены. Спасибо. Вопросы? Есть время на 1-2 вопроса. Да. Скажите, про финансирование отхода у вас? И на сколько были юридические оформления? Мы общественная организация. В 9-м году, когда это началось, 10 лет я почему говорю, мы были инициативной группой. Мы пошли по ресторанам города, по центральному, чтобы в шаговой доступности было. И договорились с ресторанами. Эти рестораны варят суп, каждый ресторан свой день до сих пор. Мы были группой. В 11-м году мы зарегистрировались как общественная организация. Было 3 президентских гранта, в том числе и сейчас. А если нету этих грантов, то просим просто у горожан в группе. Нам дают, например, конкретно трусы и носки. На что мы можем просить? А стаканы так покупаю я. Ну, мы покупаем. Если нету финансирования, у вас всегда есть суп. А направить мы можем и бесплатно. Правильно, на дорогу дать мы можем бесплатно. Поэтому суп это для меня то, что должно продолжаться всегда, несмотря ни на что. Когда нету президентского гранта, тогда они просто приходят. У нас сформировалось очень прекрасное, на мой взгляд, профессиональное сообщество, где сейчас уже мощный юрист, бывший прокурор. То есть таким хорошим багажом знаний юридических присоединились. У нас специалисты в специальной работе Центра адаптации бездомных. Это приветствуется, и никто нам не ставит палки в колеса. Даже на их госучреждении у нас. У нас психолог с хорошим образованием. Она тоже, Надежду, кстати, это читает. И вот тоже мечтает попасть в Надежда главную бинар. А вообще, я хочу сказать, мы очень много времени занимались тем, что изучали сайт ночлежки, знакомились с деятельностью. То есть вообще, я сама вдохновлена примером этой организации с самого начала. Благодаря ей, я думаю, что мы занимаемся. Тем, чем занимаемся. Для нас это авторитет, идеал. И, в общем, сами специалисты, то сообщество профессиональное, которое в ночлежке, это просто, ну, те, на кого стоит равняться. Все, Мария, спасибо вам большое. Если вы хотите, то есть, 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 то есть. Следующую я всегда приглашаю Екатерину Печорину, юрист Панрайзер, автономный и коммерческий организатор.